Я вам хочу сообщить, что я создал телеграм-канал для спонсоров Бусти, чтобы с ними там всяким баловаться. Попасть туда можно и получить всякие другие бонусы, можно поддержав канал на Бусти. Уровень спонсорства при этом не важен, доступ дается всем. А если ты уже являешься спонсором, то подключи свой телеграм в настройках Бусти и жди сообщения от бота в приложении. Спасибо. Всем привет, я Эмбро, наша компания продолжается за гиперборею. И сейчас у нас уже начинается война с Ельциным через три дня. О как. Значит, я думал, что на нас первый нападет, там уже два раза вент выскакивал, что сейчас, сейчас, все, все, нападаем. Ну нет, не нападает, а нападаем тогда мы. По доктрине, кстати, нужно выбрать, а это подводный лот, ну вообще да, давай. Здесь по сухопутной нам нужно военной хитрости взять. Будем Ельцины хитрость убрать. Здесь скорость восстановления, а также защита армии. Пригодится. А тут уже следующее будет именно атака. Итак, война че там начинается. Давайте мы начнем в первую очередь проходить лучше вот здесь, потому что танки лучше вот здесь. Тут горы у них находятся. Наверное, проще будет вот таким вот образом подействовать. Хотя пробиваемся и так хорошо, может, в горах бы получилось. Но мы сейчас все равно это вот закроем и будет нормально. Давай-ка сюда вот, дави их. Сюда. Ну тут уже, давай, пройти нужно. Проходи, проходи, проходи. И сюда. Есть. Все, мы их перекрыли. Здесь, быстрее. Закрываем котел. По потере у нас 8 тысяч, у них 21 тысяча. При том, что это мы сейчас атаковали. Сейчас закроем это дело и посмотрим, какие потери у них уже будут. Давай-давай. Закроем войска обратно, перекинем на этот фронт и уже будем атаковать. Опа. А тут котел образовался. Уже наш. Ну мы сейчас его раскроем, все. Вот и все. Так, давай-давай скорее. Добивай. Тут толпа хорошая стоит. Мы, конечно, сейчас неплохо убиваемся, пытаясь закрыть эти котлы. Но как бы они сильнее убиваются. Сто шестьдесят тысяч. Сто семьдесят тоже. Так, это до конца давай. Алексеевку возьми обязательно. Ставь лайк если Алексей. Все, это мы закрыли. Сейчас войска наши подходят и будем атаковать. Прямо, конечно, по Уральским горам, но что поделось. Нет, можно, конечно, как-то вот так вот еще сюда вот протиснуться. Но оно, наверное, не выйдет, да? Атакует. Давай сюда вот. А мы сюда можем атаковать? Не, убиваемся. Все-таки убиваемся. Ладно, ладно. Давай не будем так баловаться. Может, просто сейчас нажмем автоплан. Или попытаемся как-то пробиться вот здесь вот. И с этой стороны тоже вот. А, они выходят. Ясно, давай сюда вот тогда. И вот так. До Белорецка. Не, убиваемся. Что у нас там по потерям? Пинтовок минус 3800. РПГшек не хватает. А, и ФВшки закончились. Ну, короче, как-то вот так. Я все равно уже сейчас перекинул производственные единицы с гражданских фабрик на военные заводы. Уже, ладно, это строительство. Но нам производство нужно было приподнимать. Но это как бы все равно не спасает. У нас мало этих производственных единиц. Но у Ельцина много их. Прямо реально много. Посмотри. Поэтому мы, когда их заполучим, нам будет очень хорошо. Короче, сейчас я решил поотменять вот эти вот войска, которые здесь у нас готовились. Потому что нам и этих войск, в принципе, хватит. А вот винтовок людей у нас уже не хватает. Так что сейчас я повысил расходы уже до самого максимума на нашу армию. Это стоило, как я сделал, пораньше. Просто не вспомнил про них. ВВП у нас, конечно, минус 18. Поэтому эту войну нужно вести очень быстро. Бонусы вроде как уже задействованы. Вроде бы. Поэтому атаковать можем. Давай, конечно, сюда вот. И сюда, на Уфу. И, ну да, Уфу, конечно, не взяли. Но вот это мы хоть возьмем. Развитие агрокультурных методов. О, спасибо за бонусы. Ну, давай, давай сюда. Атакуй, чувак. Давай, давай, давай. Есть. Все, нормально. Теперь атакуем Уфу опять. Еще и с этой стороны нас выбивает все-таки. Ну, давай, успей, успей. Не, ну, нормально. Браться нужная кровь. Могу прожать обряд. Нет. Ладно, но котел готов. Минус 2 дивизии еще. Да, по сравнению с теми, что было, это такой. Ну, хотя бы так. Значит, давайте-ка сейчас будем пытаться атаковать до Магнитогорска. Сделать здесь котел нам следует. Ну, или хотя бы просто до Магнитогорска пробиться, чтобы сделать один большой котел. Здесь пробиваться не выходит. Может быть, Орск возьмем. Хотя бы вот так. Давай. Если тебя берем, может, это равнина. Тут спокойно пробиваемся. И давай как-нибудь дальше сейчас пройдем. Вообще, просто заползать сюда вот смысла нет никакого. Поэтому дождаться лучше, когда противник туда войдет. Чтобы заодно его закрыть. О, ну, хотя бы одну дивизию уже начать. Не просто так. Хоп. Теперь давай сюда пролазь. И вот минус одна дивизия. Готово. И погнали. Магнитогорск. Ну-ка, пробуем пробивать. Так что, что-то горы все равно мешают. Еще разок давай. Может, конечно, вынуждены на атаку поражаются, но это уже перебор, мне кажется, будет. Нет, пробиваться не получается. Так. Сюда все-таки пробился. Давай быстро пролазим сюда вот. И, может быть, вот так как-то сюда. Давай-то в этого. Пеги-пеги-пеги. А этого держать надо. Давай. Есть. Все. Минус две дивизии здесь еще есть. Закрываем. А сюда? Не. Не пробиваем. Ладно, хотя бы еще здесь минус дивизии. Давай вот так. Че, мы Урал просто обойдем, что ли? Не, у меня столько войск не хватит, чтобы такое провернуть. А, ну, может быть, сейчас вон морскую пехоту мы пробьем, а? Но она явно для гор не очень предназначена, поэтому может как-то и пробьется. Ну. А, еще лошадки подошли. Не, лошадок мы не пробьем. О, дохленькая дивизия стоит. Вот тебя мы пробьем. И тебя мы пробьем тоже. Ты такая тоже более-менее дохленькая. А ну-ка. Давай, что ли, до Челябинска идти? Не, ну, реально. Конечно, такое проворачивать вообще имело смысл, если бы все-таки эти войска, которые здесь я удалил, я бы выпустил. Тогда было бы у меня просто больше войск, больше, чем противника. Значительно. И тем самым я мог себе позволять настолько сильно и безобразно увеличивать фронт. Но сейчас как-то такое. Скажи мне, Виктор, что ты видишь, когда смотришь за наши границы? Задавая этот вопрос, Вильмир не смотрел на своего министра иностранных дел. Вместо этого его внимание привлекла карта, висевшая на стене его кабинета. Сложная картография была заказана покойным предшественником Верховного Жреца. И теперь она оставалась как одна из немногих остатков режима Вагнера. Я вижу только ненавистных врагов нашей Борейской Руси. Недочеловеки и сионистские марионетки, насколько я вижу. Виктор Безверхий ответил холодно и деловито. Дело не только в этом, Виктор. Помни о том, что ни одна нация на земле не разделяет тех же целей, что и мы. Мы одиноки в этой борьбе. И мы можем положиться только на себя. Верховный Жрец повернулся к своему министру, глядя ему прямо в глаза. Я намерен послать миру громкое послание, подписанное кровью наших врагов. Те, кто связали свою судьбу с евреем, так или иначе нас боятся. Мир не принимает нас всерьез, Вильмир. Мы должны доказать, что они ошибаются. Возможно, тогда мы смогли бы начать с восстановления нашей законы о рийской идентичности. Эти высокомерные германцы продолжают считать себя господствующей расой. Я полагаю, что они, конечно, ничего не могут с этим поделать. Их маленькие умы, к сожалению, весьма склонны к таким грубым заблуждениям. Вильмир слегка усмехнулся. Возможно, пришло время сообщить шавкам, кто на самом деле является высшей расой. А ты как думаешь? Безверхий улыбнулся. И я все устрою. Пусть мир трепещет перед нами. Но пока что только Ельцин. И то. Так. Кое-как. Ну, пробую, значит, я еще дальше вот так пробиваться. А что еще делать? Можем, наверное, Челябинск взять. Нет, так мы его не возьмем. Все, 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 хватит. Пошли конец, сейчас прогоним. И будем пытаться как-то окружить Челябинск этот. Давай сюда вот. Хоп. И вот сюда проходи. Так. А лишь мы одни. Я сейчас уже взял. Да, тут выбора нам, оказалось, нифига не дают. Это зависит от лидера нашей страны. Так. А лишь мы одни я взял. Теперь давайте-ка будем немцев сейчас осуждать. Они встали, они сюда хорошо. Пробиться не можем. Поэтому сейчас сразу будем Челябинск атаковать. Нормально? Нормально. Все. И уральский автозавод захвачен, кстати. Бонус к автотранспорту. Спасибо. Здесь сейчас тоже их пробили. Ага. И сразу отступаем класс. Так. Чуть в этом по потерям интересное. Полмиллиона. У нас 180 тысяч. Но, кстати, он готов капитулировать уже на 78%. Столицу Свердловска. Если сейчас мы ее возьмем, пройдем куда-то там чуть-чуть еще. Ну, тут, конечно, Омск крупный. То, может, этого даже и хватит. Что, растягиваться, что ли, до Свердловска? Не знаю. Блин. Большой риск. Давай, может быть, как-то сюда сейчас поковыряем, у его стороны. Давай так. Может, что-то и получится. Вот. Давай. Еще и с этой стороны, а то пробиться не получается. Таким количеством. Есть. Такое желательное сейчас еще отсюда не отступить. Держимся. Нормально. Конницу сейчас тоже прогоним. И там Свердловск уже будет на ладони. Сюда атакуем. Сюда тоже проходим. И давай, Свердловск. Давай, 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 давай. Есть. Готово. А, оказалось то, что его хватило. И оружейный завод в Златоусте тоже захвачен. Бонусы, кстати, на пехотку хорошие. Стоимость производства минус 20%. И на объем производства тоже бонусы. Лагеря в Аркуте тоже захвачены. Организация дивизии, конечно, упадет, но все остальное прям хорошо так. Фух, а я думал, что придется, ну, хотя бы если не до Омска бежать, то там на север точно. Оказывается, Урал можно просто было по югу обойти. А я еще думал над тем, что, ну, что, все, сейчас будем прям в горы наступать. Но не, нормально. Так, идея войны за Уралом у нас завершена. Этот фокус я уже взял. Будем осмеивать Бургундию. Там есть над чем поржать. Расход на армию сейчас давайте-ка быстро понижаем. Минус 4% ВВП у нас сейчас есть. Насчет бедности, кстати, в комментариях я толком-то не увидел советов, как с ним можно бороться нормально. Поэтому, ну, буду продолжать делать это методом тыка. Кстати, людские ресурсы. Давайте-ка еще раз прожимаем. А то у нас 80... 70... 70 тысяч осталось. Сейчас на гарнизоны все это разбежится. Но можно мы быстренько сейчас... О, обряд вознесения проведем. И занационализируем как-то эти регионы. А, политка. Нафиг сейчас я ее потратил. Ладно. А, она растет у нас. Не очень, конечно, быстро. Но ничего. Сейчас я это дело все протыкаю. В любом случае борьбу с бедностью и пропагандистские вот эти вот программы нужно прожимать тоже по КД. Постоянно. Так что это тоже важно. А, подожди, объединение России. А мы не занационализируем территории. Кстати, 100% плюс 20%. Опыт флота даже. Давайте-ка. И произошло 380 тысяч людских ресурсов. Территории занационализированы. Ну да, здесь же нет сопротивления, там, подчинения. Всего это уже не надо прожимать? Или надо? Я форст не понимаю. Но здесь, кстати, стабильность. ВВП. Административная эффективность. Ради этого и можно поражать. Но тут все норм. Конец чудесам. А, и эти специальные эффекты от заводов, они уже прекратили для нас работу свою. Потому что это уже не так существенно, так сказать. Ладно, попользовались 5 секунд и все, и хватит. Черт. Новые фокусы открылись. А, давай сейчас я откачусь, возьму те фокусы и вернусь сюда. Потому что, ну, как-то я ожидал, что они сохранятся. Ну, тут, конечно, не сказать, что это очень важные фокусы, но хочется их взять. А, кстати, казахская проблема. Опа. А, может, это и важные вопросы. Мы, возможно, эту проблему даже не решили, если бы сейчас я не откатился. Это ж по-любому, мы сейчас будем Казахстан присоединить. Вот эти фокусы я уже сейчас взял, и теперь решаем вопрос с Казахстаном. При всей нашей сосредоточенности на том, что лежит к востоку от нас, мы совсем, казалось, позабыли, что объединенный недавно Казахстан все еще маячит к югу от нас. С другой стороны, отвлекать наше внимание от востока было бы на данный момент неразумно. Да и к тому же у нас все еще мало данных о казахских силах. Несмотря на отсутствие разведки, рейд потенциально может стать отличным способом проверить, насколько крепкими окажутся силы новообразованного так называемого казахстанского государства. Испытаем ли мы их отвагу на поле боя или воздержимся от авантюры? Они имеют значения, вперед. Давай, конечно. Рейд удался. Теперь, когда мы знаем, что казахи не представляют для нас сколь серьезные угрозы, мы вновь можем сосредоточиться на восточном направлении, при этом сохранив возможность для будущего полномасштабного вторжения в Казахстан. С учетом сведений о том, что их армия не может противостоять нашим силам в решительном бою, эта кампания станет не более чем тривиальностью. Получаем сейчас стабильность в политку, но людей 75 потеряли. Все, получается, вопрос уже решен, но таким-то образом... Так оно получается. Ладно. Это, кажется, была просто проверка. Есть ли опасности и нужно ли заниматься Казахстаном. Но оказалось, что не нужно, поэтому мы просто сейчас уходим отсюда, что ли? Видимо, да. Чего у нас здесь на востоке? А, Сибирская республика здесь образовалась. Томаск победил. Даниил Харамс. Вперед к величию. Сейчас я уже тоже взял. Получили стабильность в политку. Ну, а теперь уже наконец-то прожимать сейчас мы будем объединение России. Оба. Так, все. Эти нам решения уже сейчас не нужны, получается. А вот воссоединение России. Опять. Нужно подготовиться к объединительной войне. Это 75-й год. 1 января. Ну, то есть совсем уже скоро. А вот эти вот решения, кстати, я так понимаю, я уже не могу прожимать, да? Борьба там с бедностью, все остальное. Да, оно уже недоступно. Стало, конечно, сразу прожать, потом уже объединяться. Но, кстати, 0,01 у нас рост бедности идет. То есть немножечко еще, и мы уже выйдем наконец-то в 0. И оно расти не будет, хотя там куда уже расти. Но будет, может, потом уже понижаться. Хотя бы, хоть как-то понижайся. И куда мне теперь эту политку тратить? Реальная интеграция прожимать, что ли? Ну, ради бонуса вот этих. Да, бы, прожму. Чего бы не отпускай. Хотя смотри, здесь нету сопротивления подчинения, но территорию-то вроде как... А-а-а, вон написано. Не национальная территория. Все, ушло сопротивление. А национализировать все равно надо. Так что сейчас я прожимаю интеграцию. Мы должны будем получить еще больше людских ресурсов, получается, потому что здесь минус 98% к людским ресурсам. Посмотрим, сколько там добавится. Да даже и так сейчас дофига их. Надо будет, кстати, еще поизучать технику. Сюда можем. Во! В БМПшке новой. Арту еще дальше исследовать. И нормально будет. Ну и тут новые фокусы. Правление севером. И кто же мы? Мы избранные истинные наследники земли. Мы пророки нашего народа. Истинные арийцы. Именно мы, древние русы, населили эти великие равнины тысячелетия назад. Завистью глядевшие цивилизации древности назвали нашу землю Гипербореей. Землей севера. Богатейшая земля, где наш род не знал ни трудностей, ни раздоров. Пускай времена изменились, но нашего рода нет. Глубоко в душе гиперборейские протарусы все-таки истинные наследники и сыны этого мира. Мы истинные арийцы. Хоть в этом братство было право. Но не правы они были со своим вощением немцев. Этих грязнокровок. И ведь что же еще могло свалить такую великую империю? Так. Всем слушать меня. Прозвучал голос начальника, гремевший над полями и холмами. Сергей бросил топор на грязную землю. Взглянул на стоявшего рядом охранника и пошел к центру ГУЛАГа. Остальные политзаключенные столпились вокруг трибуны. Жалкое стадо, навеки приговоренное к работе в лесах. Священник Сварога произнес молитву, умоляя божество дать ему и его расе силу против сил тьмы. Слава Перуну, ответили пленники. А Сергей смог только хмыкнуть. Он огляделся. Стая воронов летела по серому небу, подгоняемая северным ветром, который мог убить даже самого сильного из людей. Сергей пытался обхватить себя костлявыми руками, обмотав их тряпками, которые называл одеждой. Один из воронов спустился полакомиться какой-то бедной душой, которая сгинула во время вчерашней церемонии очищения. Если бы только он мог достать птицу, Сергей почувствовал, как у него заурчало в животе. Пайки будут только через день. Начальник лагеря протянул жрецу свиток. Слушать и слушать. Старая Россия мертва. Но мы истинные орицы этой земли, ее наследие. Было время, когда мир содрогался от страха при упоминании о старой империи, которую византийцы называли Гипербореей. Север все еще является домом для этих людей, нас, гиперборейцев. В незапамятные времена эта цивилизация была домом для самых храбрых воинов и самых благочестливых людей. Это была земля изобилия, где холмистые поля созревались бесконечными урожаями под цветом сварога. Гиперборея станет именем Новой России. Жрец раздел руки к небу, как будто вызывая молнию. Через час Сергей вернулся к своему труду, рубя деревья и желая освобождения. Веремир занял центральное место перед собравшимся братством. Слабый свет озарила его голову, на которой была корона Перкунаса, высший символ небесной силы. Колонна верующих собралась под подиумом, неся жертвенных ягнят и священные предметы. Шествие началось с пения невидимого хора глубоких голосов, говорящего на забытых языках. Молящиеся белокурые девы, одетые в белые одежды, приносили свои подношения одно за другим. Веремир выхватил священный молот Перуна и обрушил его на головы каждой овцы, пока не осталось ни одной. Пение становилось все громче, пока к нему не присоединилось само братство. Воспевая древнюю славу и гнев Белобога, который скоро спустится на землю и очистит ее от выродков. Час спустя хор умолк, и последние молящиеся покинули зал. Тогда Веремир заговорил. «Братья, для меня большая честь принять должность верховного жреца Гипербореи и всей Руси. Судьба лежит перед нами сотканная традициями прошлого, чьи движущиеся голоса формируют историю. Они приходили ко мне во сне и утверждали, что мы наследники арийской расы. Наше будущее на востоке и на западе, и оно требует отвоевать воиноверцев и остальную Россию. Освободить запад от дегенератов, возомнивших себя превосходной расой. Братство одобрительно закивало. Темные фигуры аплодировали верховному жрецу. Их сердца трепетали, когда они чувствовали, что им предначертано совершить. Но Гиперборея – это только начало. Ферун хочет, чтобы мы летели на юг, в Старую Палестину, разоренную евреями. Мы не должны колебаться в нашем продвижении в Азию, там, где древние земли заселяются восточной нечистью. И, конечно, Север ждет, когда мы закончим здесь, чтобы подняться в Асгард и занять свое место рядом с Белобогом. Гиперборея хватит все. Сейчас, кстати, нефтяной кризис случился. Он ударил тут по немцам, например. Да, нефтяной кризис. Смотри, какие дебафы классные. А вот у нас, у нас его нет. Да, потому что нам пофиг на эту глобальную экономику. Значит, высший жрец мы сейчас взяли, теперь реформация братства. Молот Перуна блестел в лунном свете. Капли крови падали на белый пол. Велимир отвернулся от искалеченного трупа и подошел к краю балкона, наблюдая за своей империей Гипербореей. В десятках метров внизу трудились благочестливые труженики, что в конце концов над Германией развелся флаг Новой России. Велимир смотрел на звезды. Как ангелы, они наблюдают за нами. Цивилизации возвышаются и падают, но не помнят старую Гиперборею. Пусть Белобог осветит праведный путь. Они здесь, господин. Велимир повернулся к двери, и стражники вывели восьмерых пленников. Велимир узнал их, бывшие члены братства, мелкие генералы, предатели. Он указал на лежащее рядом тело. Варвар, ты знаешь, кто это был? Он обратился к одному из пленников. Нет, ваше святейшество, я никогда не видел этого человека в своей жизни. Он заикался. Жалкая оболочка человека, когда-то гордого арийца, а теперь прикидывающийся дуракон. Велимир неодобрительно покачал головой. Ты лжешь, ученик Моисея. Они боятся меня меньше, чем смерти. Достойная участь для тех, кто разрушит Гиперборею. Этого человека поймали вчера, когда он пытался пересечь границу с Москвой. Опознание показало, что он был бывшим агентом Вагнера, которого послали в непризорную Германию, дабы плести ложь о моем справедливом правлении. Пленники обменялись встревоженными взглядами. После того, как он был подвергнут огню Сварога, он признался, что был направлен на это задание по приказу братьев. Некоторые заключенные просили прощения. Один умолял о справедливом суде. И ты получишь справедливый суд, отметил Велимир, обрушив молот перу на на голову предателя. Молот он прям. Пленники бросились в рассыпную, но были схвачены стражниками. Германия полна выродков. Нет никого хуже тех, кто притворяется арийцем, провозгласил Велимир. И все, кто как-либо связан с Западом, являются предателями. Шахты очистят их. Сейчас мы еще сбросим оковы, и здесь уровень бедности начнет медленно падать. Но медленно нам не надо, смысл-то? Стабильность получим. Пожалуйста, можно там хотя бы больше 1%. А то вроде столько бонусов, столько плюсов нам было нарисовано, но как-то это вообще не чувствуется. Совсем. Ну и наши ликвидные резервы тоже вырастут. Долг мы, конечно, накопили. Ну было и похуже, но тут 40% есть. Дефицит 4%. ВВП растет прям плохо. Но там это из-за того, что у меня решения вот эти вот прожаты. Он дает минус к росту ВВП. Сейчас оно упадет и будет нормально. Помощь богов. Получаем здесь мы еще эффективность в области религиозных прав. Можете ознакомиться. А у нас свободные военные... Ох ты, господи. 109 тысяч винтовок. Мы там у Ельцина, кстати, их понатырили дофига. У нас сейчас очень много всего, поэтому... Что можем делать? Больше техники. А также можем уже производить авиацию. Ее только там нужно понаисследовать нормально. Да. Из-за отрицательного роста ВВП у нас минус 0,08%. А всего у нас такой процент. То есть, когда эти вот решения закончатся у нас, у нас бедность перестанет расти, и она будет на нуле. Как мне ее понижать-то? Что мне делать с этими политиками? Вот тюремная система, вот как мне ее улучшить, а? Вроде растет, но она сто лет еще будет расти. Ладно. Дальше мы будем... О, кстати, разбираться с тюрьмой. Здесь... Опа! Вот! То, о чем я и говорил. Этот фокус сильно увеличит эффективность политики в области тюремной системы. Я надеюсь, это будет очень сильно. Получим еще тюрьму и резервы. Потратим. Да, резервы потратим. Ну ладно. Я надеюсь, что мы уже вскоре повысим нашу тюремную систему из вот этой самой задницы до хотя бы угнетения неприкрытого. Это уже выведет наше изменение уровня бедности в плюс. Ну и получим еще 2000 людских ресурсов. Ну а давайте все это сделаем мы уже в следующей серии и разберемся с Сибирской Республикой. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оформляйте спонсоры, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплеерной партии. Просто общайтесь на нашей серверах в дискорде в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.